Довольно избитый, но тем не менее я его задам. Как вообще красивой девушке приходит в боевую искусство? Ну, мне всегда этот вопрос наводит на такие мысли. Почему люди считают то, что внешность определяет как-то сознание человека? Я понимаю, когда люди спорят, там, будь ее определяет сознание, или сознание будь ее. Это я могу понять. Но почему ставят такие ярлыки, навешивают на людей? То есть, если ты красива, то у тебя определенный должен быть жизненный путь. Ты должна себе найти богатого какого-нибудь мужчину, сидеть, рожать ему детей, варить борщи, и все у тебя хорошо. Женское счастье, вот оно к тебе пришло. Если ты красива, то у тебя так. Но почему? Ведь внешность никак не определяет то, что у тебя внутри. И если это делает меня счастливой, то почему я должна лишать себя этого из-за того, что у меня, ну, как бы спасибо моим родителям, ну, все хорошо с лицом, да, грубо говоря. Но тем не менее, в ринге, возможно, все. И могут быть и переломы кистей, и могут быть разбитые брови, разбитые носы, да, свернутые. Но, слава богу, мы живем в такое время, когда все это решается. Вот, и я видела, как у девушек, у боксера, да, были какие-то травмы. Но хороший хирург все это залатает и будет как новое. Чем вам, вот, вы сказали, что вам нравится, значит, смешанное единоборство, а чем? Ну, смешанное единоборство – это огромная вариативность. То есть, возможно, все. Возможно, бой будет в стойке, возможно, это будут руки, возможно, это будут ноги, колени, локти, бэкфисты, уши любые. Возможно, это будет внизу, в партере, любые болевые добивания. То есть, это огромное количество техник разнообразных. И все это в одном поединке. И, ну, вот это меня привлекает. То есть, это интересно, это, возможно, бесконечного роста. А как удается, удается ли сохранять голову ясной во время поединка или адреналин зашкаля? Ну, женщина, конечно, очень эмоциональная, я не исключение. И очень долго я искала и продолжаю искать именно оптимальное то для себя состояние, в котором можно выходить на ринг. То есть, я выходила спокойно, я поняла, что это не моя история. Когда я выхожу спокойно, я получаю, и только потом я понимаю, что нужно собираться. И когда я выходила слишком заведенно, то же самое я так же пропускаю, потому что я не чувствую ударов. Вот это вот тактильное ощущение, они теряются. И нужно найти вот этот баланс именно такой стреготоченности, концентрации, но с трезвой головой. Это сложно. И для меня это сложно, потому что я довольно эмоциональный человек. Но вот я стремлюсь, воспитываю свой ум, свой разум, держу его везде. А в жизни как-то заводитесь, да? Тоже? Ну, нет, я спокойный человек, но взрывной. То есть, если все-таки меня довести, то уж остановить сложно. На дороге с кем-то соперничаете? Нет, я не вожу машину, вот, так что водителям он будет спокойно. И пешеходы тоже. Какое значение будет иметь для вас поединок 22 июня? Ну, я давно не выходила в бой, действительно, с ноября я не боксировала. То есть, для меня это будет очень важный бой, и там очень много планов после этого боя. И соперница серьезная, у нее опыта больше моего, даже больше, чем в два раза. То есть, у нее 35 боев, в то время как у меня 10. И у нее длинные рычаги, и она выше меня. То есть, ну, я думаю, что это будет интересно и непросто. Будете навязывать плотный бой, да? Хорошо, прошу, сейчас. Будете стараться навязать плотный ближний бой? Ну, нужно будет сначала там побывать, прочувствовать, и уже, исходя из этого, действовать. Ну, у меня есть несколько заготовок, которые я планирую использовать. Именно включая свои преимущества, свои плюсы, и нивелируя плюсы в мои соревнованиях. Ну, и последний вопрос. Какая у вас цель в спорте? Ну, я хочу развиваться, хочу расти, хочу быть лучше. На данный момент мне нужно набраться опыта. Я это понимаю, да, и конечная цель, конечно, я хочу быть чемпионом мира по гипбоксингу, по КАДИ, по профессионалам. И далее я бы хотела быть чемпионкой мира по ММА. И вот пока такие скромные цели и задачи ставлю перед собой. Спасибо.